Также у нас сегодня поступление так называемых меднолуженных наконечников штифтовых, тоже от компании КВТ разного размера, от 10 до 70 квадратов. Друзья, зачем же они нужны, для чего же мы их применяем в своей сфере деятельности? В последнее время штифтовые наконечники набирают особый оборот. Устанавливаются штифтовые наконечники на силовой кабель и вставляются в так называемые силовые терминалы усилителя. Бывает ситуация, когда вы вставляете, например, 70 кабель напрямую, начинаете зажимать его болтом, он начинает разваливаться и, соответственно, не фиксируется. Штифтовой же наконечник всем намного проще. Вставляете его, зажимаете болтом и он никуда не денется. Он очень надежно фиксируется. И также это очень удобно, когда вы вытаскиваете этот силовой кабель из терминала. Еще более актуальность в последнее время набирает усилители, например, D-класс идет, в который идут еще и бразильцы. Как правило, они не требуют мощного питания. А у нас, допустим, идет силовой кабель, например, какой-нибудь КГХЛ 50. Ну вот как его запихать в силовые терминалы бразильца? А легко, берете просто наконечник, также медно-луженый какой-нибудь, типа 35 квадратов, у него кабель, а сам по себе наконечник вставляете уже в терминал. То есть так же зажимаете болтом. Очень удобно. Также эти же, скажем так, штифтовые наконечники можно вставлять и в акустические терминалы. Ну, допустим, какие-нибудь мелкие штифтовые наконечники для того, чтобы зафиксировать акустический кабель. Очень удобно и просто. В наличии магазин модерн.